В марте вот этого года в Украине появится Центр противодействия дезинформации. Вот, я так понимаю, в это будет вложено много денег, и это подается как большая победа. Вот я просто у вас хочу спросить, вот Центр противодействия дезинформации, это вообще вот из чего-то реального в современном мире? Или я что-то неправильно понимаю? Это дивный новый мир называется. Да, мы долго жили с дезинформацией, где-то лет 40-50, а теперь появился Центр, теперь, конечно, мы все проблемы решим. Конечно, берегись дезинформацией. Да, понимаете, это же история действительно дивного нового мира, когда выяснилось, что такая тема очень глубокая и большая, которую мы сегодня можем обсудить, но мы не решим ничего, потому что, когда выяснилось, что свобода слова – это прекрасно, а это на самом деле прекрасно, а потом выяснилось, что свобода слова, ну, собственно, с 14-го года все началось, свобода слова используется, собственно, как оружие, она может существовать как бы как самоценность, а может использоваться как оружие войне. Поскольку с 14-го года мы все глубже и глубже погружаемся в войну, причем не горячую, а вот именно такую виртуальную, то, соответственно, вот слово все чаще и чаще используется как это. Поэтому где-то там в Европе лет 5 назад, насколько я помню, первый разговор был об этом, я застал на Мюнхенской конференции, я кажется, 15-го или 16-го года, на самом деле все началось с Крыма, конечно, все началось с Крыма. И Крым, а потом Донбасс, они, во время которых выяснилось, что одни и те же вещи, одну и ту же реальность можно называть по-разному, где абсолютно понятным конкретным вещам, например, идут военные, что-то захватывают, заходят в какие-то здания, можно этот процесс как бы людям на словах передать, как реальный процесс, вот идут военные, что-то захватывают. А можно сообщить, что проходит мирное волеизъявление граждан территории. А когда еще военные идут вместе с женщинами и детьми, что-то уже было, как мы помним, тут вообще на самом деле непонятно, как это отобразить. Это военный захват, это гражданский захват или это совместный захват? И когда вот в этот момент, мне кажется, все потерялись в терминах. Это раз, во-вторых, тогда стало понятно, что один и тот же предмет может иметь два совершенно разных названия, в зависимости от того, на чьей стороне конфликта находится тот или иной человек. И с тех пор этот процесс все больше расширялся, задвигался, то есть вот эти рамки раздвигались, когда мы видим, что идет снег, один человек скажет, может, ну идет снег, а он говорит, нет, это оружие. Нас с нами воюют, нас специально засыпают снегом. Вы ничего не знаете про заговоры. Заговоры кругом. А вот это враги. Потом снег растает. Человек скажет, ну вот снег растает. Говорит, нет. Это вторая сторона начинает войну. Вот первая сторона засыпала снегом, а вторая сторона его растопила. И все, что происходит, это война двух миров. Возвращаясь к дезинформации. Они очень долго думали на Западе, как с этим, что с этим делать. Сначала они создали центры по изучению дезинформации. Можно подумать, что это явление появилось вчера. Она появилась давно, но просто как механизм. Вот действительно она просто вторглась в нашу жизнь. По изучению ее, а потом естественным образом создали центры по борьбе с ней. Этим начали заниматься сети. Начал заниматься Facebook. Начал заниматься YouTube, Google и так далее. И тому подобное. Очень долго разбирались, что с этим делать. Разбираться не разбирались. Помните, маркировали некоторые твиты, посты и так далее. Но после долгой маркировки, после долгих обозначений все пришли к всем известному, еще не забытому способу. Называется кнопка. Нажали кнопку, и Трампа в Твиттере не стало. И ничего другого, никаких средств борьбы больше никто не нашел. Кроме кнопки. Ну и, соответственно, этот нехитрый метод использовал Владимир Александрович Черезвенский, когда принимал решение по трем телеканалам. То есть можно создавать центры, можно создавать общество борьбы с дезинформацией. Я думаю, что это тоже впереди. Добровольное общество, так сказать. А раньше было содействие авиационного флота. Это будет добавлено общество содействия борьбы с дезинформацией. Это, кстати, не шутка, я думаю, что это будет. Можно создавать там сообщество в сетях, виртуальные, реальные, кружки по борьбе с дезинформацией. Только если дачок будут выздавать. Детские кружки по борьбе с дезинформацией, юношеское движение, чемпионаты по борьбе с дезинформацией. И олимпиады по борьбе с дезинформацией. Но мне кажется, что последним реальным способом борьбы с дезинформацией является кнопка, рубильник, как хотите так называйте.